Дагестанский школьник стал призером Всероссийской Олимпиады по китайскому языку. Исмаил Габибулаев свободно пишет, читает и разговаривает на языке, который считается одним из самых сложных в мире. Однако на достигнутом школьник останавливаться и не думает. У мальчика впереди большие планы. С ними он поделился с нашим корреспондентом Шамилем Махмудовым. Исмаил Габибулаев скромно поблагодарил всех за встречу. На китайском языке. Десятиклассник вернулся из Москвы, где стал призером Всероссийской Олимпиады школьников по китайскому языку. Он прошел республиканский отбор и получил возможность посоревноваться с ребятами со всей страны. Говорит, в соперниках были и носители языка, но дагестанец все равно смог их обойти. Там даже были китайцы, но и не все написали лучше меня. Ну, я думаю, все-таки я неплохо написал. Ну, сложно особо не было. Были подготовительные курсы. Очень благодарю организаторов Республиканской Олимпиады. Дали мне шанс попасть в Всероссийский этап. Олимпиада проходила в два тура. В первом участники выполняли письменные задания. Во втором разделились на группы из трех-четырех человек. Готовили презентации, ток-шоу или дискуссии на заданные темы. В Дагестане за него болели родственники, друзья и вся школа. А совсем рядом, в Москве, переживала мама. Естественно, мы надеялись и верили. Особенно волнительным был последний день, когда мы знали, что были апелляции. Исмаил до последнего. Ну, всякое может случиться. И когда он узнал, что он проделал, он прям был очень рад. Семья Габибулаевых уже строит планы на следующий год о завоевании первого места. Ну, а сам Исмаил, благодаря результату, сможет поступить в любой профильный российский вуз без вступительных экзаменов. Шамиль Махмудов, Руслан Гаджиев, Марьяна Масуева и Юсуп Газиамаров. Время новостей.